Так, уважаемые коллеги, приступаем к обсуждению центральной проблемы нашей конференции. Это интеграция. Но в истории философии мы все время наблюдаем постоянное стремление философии охватывать с неких единых позиций все больше и больше количества сфер. То есть стремление все объединить, все помыслить с неких единых позиций – это нормальная интенция всякой философии. Вслед за ней идут и науки. Ну, например, математики ставят проблему метаматематики, физики ставят вопрос о создании единой теории всего, даже такие названия уже встречаются. И все стремятся к этой самой интеграции. У философии уже есть опыт интегрирования. Ну, вот я уже называл, по-моему, термин субстанция. Есть там, скажем, системный подход. Есть вот понятие еще с античности известное нам единое, о чем сегодня немножко говорил докладчик предыдущий. То есть есть подходы самые разные. Ну, вот еще можно вспомнить, допустим, кантовский подход, он оригинальный тем, что интеграция империзма и рационализма была обеспечена вот на пути создания так называемых трансцендентальных голосов. Но это не значит, что империзм и рационализм остались в прежнем виде, но они кардинальным образом были преобразованы. Но мы можем как бы вывести и ту, и другую версию теории, так сказать, насеологии из кантовского трансценденталиста. То есть подходы есть разные. Я хочу предложить еще один подход к интеграции философского знания, который, насколько мне известен, еще не был нигде представлен. Ну, собственно, меня эта тема интересовала давно. Мне вот, как я указал, ну, по своей публикации, вот из 2-й, 15-го года видно, что меня интересовала проблема соотношения конструктивизма и реализма. Значит, вот споры между представителями того и другого направления и, так сказать, во что этот спор может вылиться. Ну, а некоторые итоги, размышления на эту тему, вот в последней публикации в Вестнике Томского университета в 23-м году тоже я представил. Ну, я только правильную ссылку смог найти здесь уже в Викторинбурге, готовил слайды, ссылку на Вальденфильдса. Но я должен признаться, что еще две работы, мы активно используемся, я на них опираюсь. Это публикация Рорти, касающаяся, Ричарда Рорти, касающаяся понимания, так называемого, данного. И он ввел в оборот представление о данном, либо как найденном, либо как сделанном, мейкин. И еще одного автора, конечно, я должен назвать, это Сёрлиф, который предложил, так сказать, семиотическую интерпретацию интенциональности. Вот это вот все я буду использовать, ну, и вы, собственно, в этом сами убедитесь. Да, что касается, вот, предыстории вопроса, ну, в моей биографии, конструктивизм, реализм. Спор идет очень давно между представителями этих двух направлений. Количество аргументов с той и другой стороны накапливается, никакого разрешения спора не видно. Но заметны такие тенденции, что реалисты начинают признавать аргументы конструктивистов, и поэтому появляется, так называемый, конструктивный реализм. Ну, вот, например, который формулирует в своих работ наш отечественный философ Лекторский. Конструктивисты в этом плане не отстают и говорят о том, что, да, вот, реалистический конструктивизм тоже возможен. Но, тем не менее, сами эти названия говорят о том, что каждый из альтернативных подходов не желает уступать пяде Земли другой стороне. То есть, этот спор так и остается спором. Я, как мне кажется, нашел путь, когда этот спор просто снимается. И вот это связано с чем? С тем, что, значит, вот это вот понятие данное, помимо того, что Ротик говорил, я предлагаю, вот, следуя Вальденфельдсу, сервию, предлагаю рассматривать либо как знак, либо как значение. То есть, такой семиотический подход к пониманию реального, неважно, какого найденного, либо созданного. То есть, мы можем находить, и это будут знаки, мы можем создавать знаки, мы можем находить значения, мы можем создавать значения. Но всегда, вот при таком подходе, любое данное оказывается семиотически нагружено. Еще важную роль играет работа Вальденфельдса, но не только его. Тут можно вспомнить и ученика Гусарля, который первый ввел понятие респонсивного сознания, респонсивности. Потом эта идея была подхвачена другими философами, и вот Вальденфельдс является ярым сторонником, чтобы различать сознание интенциональное или функции интенсии, и сознание респонсивное. Но я этим тоже буду пользоваться, читая, что аргументы и Райнаха Адольфа, ученика Гусарля, и Вальденфельдса, они меня убедили в их правоте. Так вот, если с такими заготовками подходить к рассмотрению соотношения антологии и гносеологии, то можно прежде всего увидеть, что антология исходит из того, что данное – это нечто наличное, то есть это то, что мы можем найти, то, что есть, то, что существует, там, скажем, если существуют деревья, то мы их находим в окружающей мире, если существуют атомы, мы их находим. Хотя может существовать, у всех был прекрасный доклад Дмитрия Владимировича, что существует и ненаходимое. Ну, это другой вопрос, я не буду ничего говорить. Да, а что касается гносеологии, то для нее как раз данное – это то, что создано, сделано. Потому что гносеология имеет дело со знанием, это вот то, что дано, но всякое знание, как результат активной, там, творческой, конструктивной деятельности оказывается созданным. То есть в процессе познания мы создаем знание. Хотя есть выражение, обусловленное старыми традициями, мы находим истину. Но я считаю, что истину, ну, это моя позиция, что истину мы не находим, мы ее создаем. А вот почему мы то, что создаем, называем истиной, вот об этом чуть позже. Таким образом, вот тот подход, который я пробовал применительно к контроверзии конструктивизма, реализма, я попробовал применить к пониманию соотношения антологии и гносеологии. Ну, и вы видите слово взаимодополнительность, это вот как раз и есть ключевой мой тезис, что антология и гносеология, как и реализм и конструктивизм, соотносятся друг с другом по принципу дополнительности. Что это такое, чуть позже. Ну, сначала хочу подвести, почему так можно говорить об антологии и гносеологии. Посмотрим на то, как работает сознание, вот даже в простейшем чувственном опыте. Ну, чисто чувственного опыта, разумеется, нет, сознание всегда подключено. Итак, когда мы что-то находим в окружающей действительности, то мы стремимся к распознаванию. Задаем про себя не всегда явно вопрос, что это. И ищем выражение, в котором содержался бы ответ на данный вопрос. То есть мы им ищем выражение тому, что мы находим. Чаще всего это заканчивается тем, что мы называем имя предмета или процесса, который мы нашли. Вот именуя предмет, мы считаем, что нашли выражение вот этого данного нам и найденного содержания. Ну, возникает вопрос, правильно ли имя мы нашли? Ну, конечно, с точки зрения Сосюра все равно, как что называть. Но, разумеется, в познании мы стремимся к тому, чтобы все-таки давать имена, которые как-то связаны с именуемыми предметами. То есть тут абсолютного релятивизма, разумеется, нет. Вот даже, мне кажется, показать исторический пример из области истории науки, конкретно физики. Вот главное, что сделал Галилей для естествопознания, в том числе современного, он просто нашел язык, на котором можно выражать все, что происходит в природе. И он первое об этом сказал, ну, насколько я знаю по источнику. Это язык математики. Ну, казалось, сейчас это настолько просто и банально, мы к этому привыкли, что уж тут оригинально. Но, тем не менее, когда он использовал метафору книги применительных к природе, то он как раз и искал тот язык, на котором эта книга бытия написана. И вот его открытие как раз состоит в том, что, оказывается, это язык математики. То есть язык чисел и фигур. До Галилея, разумеется, существовали другие языки описания явлений природы. Вот это античная физика, например, рейстотельская, или даже средневековая физика, где формировались понятия импетуса, скорости, ускорения и так далее. Но они не пользовались языком математики как универсальным языком. А Галилей открыл, собственно, широкие врата, пройдя через которые наука развивается до сих пор. Так что имеет большое значение, какие имена мы даем, или каким языком, какими знаками пользуемся для выражения данного нам содержания. Но, тем не менее, если мы даем имя, и нас спрашивают, вы уверены, что так мы можем назвать предмет? Мы поступаем каким образом? Мы вспоминаем, что имя связано с неким понятием. У понятия есть некое содержание, то есть совокупность признаков. Если мы называем эти признаки и говорим, вот, пожалуйста, смотрите, они присутствуют в видимом данном нам предмете, то тем самым оправдывается выбор имени. Ну, то есть правильность выражения данного нам содержания зависит от правильной интерпретации имени. Но верно и обратно. То есть верная интерпретация имени зависит от того, какое имя мы выбираем. Ну, вот эта вот взаимная зависимость данного как созданного и данного как найденного и характеризует особую ситуацию в познании, на которую я хочу особо обратить внимание. Ну, для удобства всем известная картинка. На ней я проиллюстрирую то, что сейчас теоретически, так сказать, формулировал. Ну, вот как, что мы видим? То есть как назвать то, что мы видим? Как мы обозначили то, что мы видим? Большинство, я на студентах проводил опыт, называют видимая старухой. Ну, почему-то чаще всего. Не знаю, чем это объяснить. Как называют другие студенты видимая, об этом чуть позже, но вы все это прекрасно знаете. Но почему дается такое имя? Потому что в содержании понятия старухой есть такие визуальные признаки, как морщины вокруг глаз, беззубый рот, крючковатый нос. Все названные признаки, знаки, мы можем интерпретировать как линии на рисунке, которые мы воспринимаем как предметное значение вот этих самых знаков. То есть признаки, которые содержатся в определении, например, понятия, они являются одновременно знаками и свойствами самого предмета. То есть тут как бы происходит некий замкнутый круг. Ну, на самом деле этот круг легко размыкается. Еще одна известная всем картина. Допустим, никто из присутствующих в этой аудитории не знает французского языка. Спрашивается, что мы видим? Все скажут трубка. Кто знает французский язык, читает, это не трубка. То есть происходит некий сбой, который нас заставляет отказаться от первоначального решения, дать имя видимому предмету, вот используя слово трубка. Ну, можно выйти из этой ситуации таким образом. Я теперь буду говорить, что это не буду говорить, что это трубка. Я скажу, что это изображение трубки, существующей в действительности. То есть я превращаю значение в знак, а значение уходит как бы за картину. Но таких сюжетов в творчестве Рене Магрита очень много. У нас даже есть целая серия, называется «Человеческие условия», кажется так. Где вот эти вот сдвиги постоянно происходят. Когда мы внимательно рассматриваем картину, оказывается, это не море, а это изображение моря, ну и так далее. Да, но я хочу вернуться. Можно вернуться назад, да? Или все сначала? Про молодую-то женщину забыли. Так вот, если люди произвольно называют видимая старухой, то можно предложить, как я говорил, студентам увидеть молодую женщину. И через некоторое время начинают ее видеть. Что происходит? То есть дается новое имя, и мы должны, так сказать, новый знак, и мы должны найти интерпретацию этого знака. И находим таким образом. Ну, тонкая изящная шея, ровный, не обвисший подбородок, видимо, длинные ресницы. То есть какие-то признаки молодой женщины я нахожу. Это будет интерпретацией имени молодой женщины. И вот в этих примерах, которые я приводил, когда мы даем имя, работает респонсивное сознание, или вот эта функция сознания. Когда мы ищем интерпретацию, находим, это интенциональное сознание. Ну, вот если верить феноменологам, которые признают представление о респонсивном сознании, то один тип сознания не сводится к другому. Вот мы говорим, сознание – сознание, но есть разные сознания. Я был на одном конгрессе, где, правда, не философ, а психиатр говорил, что у философов все говорить о сознании. Я вот по своему личному опыту, ну, практике, врачи, знаю, есть сознание больного человека, есть сознание здорового человека, есть сознание человека при смерти, есть сознание человека психически больного. О каком сознании мы говорим? Ну, я это сказал для того, чтобы оправдать использование сознания не в одном обобщенном каком-то смысле, а вот что есть сознание, повторяю, интерпретирующее и сознание выражающее, или респонсивное и интенциональное. Ну, эти вот я названия, говорилось, взял у авторов, которые вначале упоминал. Вот почему обязывают все эти примеры? Ну, на мой взгляд, вот если подходить к понятию данного семиотически, то это позволило мне контроверзу реализма и конструктивизма понять, как… То есть, они соотносятся друг с другом как дополнительные по отношению друг к другу. То есть, ни реализм, ни конструктивизм не являются хорошими теориями познания. Это просто два типа философской культуры обсуждения тем и данных. Но вот ни одна из культур не претендует на полноту, самодостаточность, и нам приходится пользоваться и той, и другой. Потому что какие-то феномены познания описываются с позиции реализма, какие-то с позиции конструктивизма. Но стремление создать единую универсальную позицию пока, во-первых, не реализовалось успешным образом, а с точки зрения вот того подхода, который я вам предложил сегодня, это вообще невозможно. Потому что мы никогда не сможем интерпретацию свести к выражению, а выражение к интерпретации. Кстати, вот специалисты, которые занимаются в Уссаре, мы отмечали, что если проблема интерпретации или интенсиональности проанализирована глубоко и великолепно, то тема выражения так и осталась неразработанной. Но если бы он, наверное, разрабатывал, то вот пришел бы к тем же выводам, что и я. Извините за нахальство. Так вот, мне кажется, что подобный подход, я уже говорил, что в гносиологии, антологии, можно понять как два подхода, в котором данные по-разному трактуются, как находимое и как создаваемое. Ну и тогда как реализм и конструктивизм, так и антологии и гносиологии могут рассматриваться как взаимодополнительные философские концепции. Хотя не могу не признать, что существуют попытки и в современной философии создать нечто одно и универсальное. Например, когда субъективный мир включается в антологию. Антология – познание, антология – сознание. Но гносиология обладает не меньшими правами на то, чтобы включить антологию в саму себя. Да, я уже покажу в конце. То есть рассматривать… Да, и вот примером такого подхода является всем хорошо известный современный популярный спекулятивный реалист. Он, собственно, антологию… Ну, как я-то не понял, растворяет гносиологию. Ну, это грубо, но, тем не менее, это попытка ликвидировать разнообразие философских концепций. Вот, в частности, антология и гносиология. И, дескать, надо искать что-то третье всеобъемлющее. Ну, вот я вам предлагаю свое мнение на этот счет, которое, собственно, означает, что никого третьего всеобъемлющего, по крайней мере, в нынешней ситуации, быть не может. Это я вам рассказал. И, собственно, по поводу дополнительности. Иногда дополнительность понимают чисто в логическом смысле, ну, как дополнение к понятию. Здесь речь идет о дополнительности вот в том смысле, как это придумал Нильс Борт для квантовой механики. То есть, дополнительность означает, что ничего третьего всеобъемлющего не существует. И каждая из концепций требует дополнения со стороны противоположной. И что вот я пытался показать на картинке, что каждая выступает основанием другой. Почему они не могут существовать друг без друга и нельзя их уничтожить, растворив одно в другом? Ну, в этом я вижу не недостаток дополнительности, а наоборот преимущество. И я его формулировал в последнем предложении. Потому что эта неполноценность является залогом развития и антологии, и генетологии. Потому что они в непрерывном конфликте друг с другом, но постоянно нуждаясь друг в друге, они развиваются и таким образом развивается и философия в целом. Ну вот, таково заключение. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok